Добрый день, это история для будущего. Сегодня говорим о Советском Союзе, и поэтому вообще невозможно избежать разговора с Алексеем Панычем, философом, культурологом. Добрый день. Добрый день. Вот вы наверняка помните, вот был такой жанр приветствия советскому народу навстречу юбилею. Вот тут грядет юбилей столетний Советского Союза. Как бы мы могли бы поприветствовать этот юбилей? Юбилей несуществующего государства? Нет, но судя по поведению многих россиян, очень даже у них там не поколебимо существует где-то. Ну видите как, это одна из голов дракона, которая уже отмерла, но выросла новая. Дракон остался жив. То есть можно говорить, что мы похоронили Советский Союз, но это была вторая реинкарнация Российской империи. А сейчас Кремль пытается продвигать третью реинкарнацию все той же Российской империи. Так что вот, оболочка сброшена, змеиная кожа вон у вас на заднем плане, дедушка Ленин. Кстати, да. Но это змеиная кожа. Империя ее сбросила и наращивает другую. Сегодня в Фейсбуке прочитал очень интересную такую, не знаю, как это сказать, иллюстрацию, аллюзию, не знаю. Это вот там во втором терминаторе, помните, там вот этот был терминатор из жидкого металла, и вот он перед своей кончиной последовательно приобретал все формы, которых он был раньше. И вот Россия, как мне кажется, да, кстати, очень похожа, вот она последовательно проходит вот эти все свои реинкарнации какие-то такие. Вот сейчас это может иметь место, откуда вообще вот эта взялась идеология, можем повторить. И большевики ведь пришли к власти, у них не было лозунга, можем повторить, у них наоборот, почти как в Евангелии, все творю все новое. До основания. До основания, а затем. Ну да. А вот сейчас уже такого нету, потому что и это показывает, что идеологические ресурсы Российской империи, то, на чем она могла собирать земли и привлекать к себе людей, они исчерпались. Новых нет. Остается повторять старые. Ну, разве что русский мир, но и это, в принципе, очень не новое. Это модификация очень старых идей. Вот поэтому и повторяются старые формы. Ну, давайте все-таки к СССР, во всяком случае, со старта слегка об СССР поговорим. Вот сейчас, с дистанцией некой, я сам себе задаю этот вопрос. СССР, насколько он был искренним? Или когда он был искренним? Ну, СССР не человек, чтобы считать его искренним или неискренним. Тут были разные слои общества, и искренность там была по-разному выстроена. Можно сказать так, ну, вот прослеживая таким, поимпровизируя, проследить цепочку искренности. Искренними, вероятно, были большевики до того, как взяли власть. Это видно потому, что они в первые месяцы после взятия власти попытались честно реализовать свои лозунги фабрики рабочим, землю крестьянам. Вот тот Марксов коммунизм, да? Ну, вот да. И грубый, необработанный, о котором Маркс пишет очень нелицеприятные вещи в рукописях 1948 года. Вот такой коммунизм они попробовали создать. Кстати, да. Это интересно. И чего это привело? Привело к коллапсу производства. Потому что, когда фабрики отдали рабочим, на фабриках создали советы, эти советы бесконечно заседали и не могли решить ни одного менеджерского вопроса. Это был коллапс управления. Через несколько месяцев, когда производство полностью стало, пришлось привлекать старых спецов, чтобы они хоть что-то запустили. И вот с этого момента уже пошла двойная игра. Потому что старых спецов используем, но ненавидим. Даем им доступ к ресурсам, но ищем дня момента, когда от них можно избавиться. Вот тут уже искренность пропала. То есть самым жизнеспособным в этой системе оказался самый неискренный. Это был товарищ Сталин. Вот тот самый циничный, кому не было нужно ничего, кроме власти, вот он всех и победил. Те, у которых были какие-то идеи, они проиграли. Они не могли сражаться в этих аппаратных играх. А он оказался более выживаемым. И вот тут уже от искренности в принципе ничего не осталось. Когда пошли сталинские методы управления страной, когда, скажем, вышел коллапс, еще один экономический, из-за резкой индустриализации, в результате разорвались экономические связи города и деревни. И просто город было нечем кормить, по бросовым ценам деревня хлеб не отдавала, а более высоких у государства тупо не было, стукнули кулаком по столу и сказали отобрать. Объявили кулаков врагами, прикрывая этим собственные погрешности, грубые в экономической политике, грубые ошибки. Вот это уже была неискренность, возведенная в рамк государственной политики. То есть с момента краха НЭПа уже на этом уровне искренности не было никакой. Потом, чтобы оправдать, почему индустриализация так не работает, пришлось объявлять врагов народу. То есть если что-то не получается, как партия обещает, кто-то должен быть в этом виноват. Ну и пошел процесс промпартии, если помните, с этого начиналось. А потом маховик раскручивался аж до 37-38 годов. А потом он сожрал этих идеалистов, романтиков. Ну правильно. Искренне проиграли, выиграли циники. То есть это выстроилась система отрицательного этического отбора, где выигрывают самые циничные. Что оставалось искренним? Искренними оставались народные массы, которые хотели или верили, или хотели верить очень в то, что эта идея правильная. И эта искренность заражала многих на Западе, к сожалению. То есть находились идеалисты там, которые закрывали глаза на сталинские чистки, на репрессии, которые хотели видеть только прекрасное светлое будущее. И в этом смысле, конечно, большевики нашли идеальную идею, на которую можно покупать интеллектуалов за рубежом. И это продолжалось до Чехии. Дайте я выскажу предположение. Ну, некоторые и после говорили, что вот это издержки, это отдельные ошибки, но идея святая и правильная. Сартр, по-моему, так до конца его жизни ничто и не убедило в том, что это был тупиковый путь. То есть все купились на эту, ну, не все, очень многие купились на эту, искренне купились на эту идеологическую оболочку. А мы ведь с вами начинали с чего? Дракон – это не оболочка. Дракон – это то, что под оболочкой. Это сущность. Вот давайте о сущности поговорим еще. Одним из, так сказать, краеугольных камней, как любили говорить, опять же, попередники, значит, это был некий тезис о бесклассовом обществе. Вернее, не о бесклассовом обществе, а в обществе, где классы не господствуют друг над другом, где не существует, не существует, так сказать, вот этой вертикальной некой иерархии. Так ли это в Советском Союзе? Или все-таки вот то, что мы потом стали называть номенклатурой, уже почти забытое сейчас слово, была ли номенклатура господствующим классом в СССР? Ну, первым громко заявил о номенклатуре как в новом классе, как известно, Милованджилос, югославский ученый. Это было достаточно давно, и он был абсолютно прав. В чем-то глубокая проблема. Светлая идея бесклассового общества полного равенства. Идея, вырастающая на западных корнях идеологических, западных представлениях о социализме и коммунизме, это ведь не большевики придумали. Ну, так, еще великая французская, вот она у нас там, эголите, эголите была. Эголите, фратерните, да, вот можно сказать, те же идеи, но вот мы тут вырвались вперед и первыми их воплотили, первыми в мире. Так вот, проблема в том, что если это и может работать, то только на принципиально иной экономической основе. Когда у нас много малоквалифицированного труда, когда есть резкое разделение между сельскохозяйственным трудом и промышленным, никакого бесклассового общества в принципе быть не может. То есть для этого нужна автоматизация, тотальное производство, когда, грубо говоря, за людей работают машины, а люди иногда нажимают кнопки и могут позволить себе в свободное от нажимания кнопок время заниматься чем угодно. Вот это вот марксовая утопия. Но это же нельзя построить, не революционизировав всю экономию, а для этого в 20 веке тупо не было объективных условий. Не тот уровень развития производительных сил, говоря по Марксу. Соответственно, производственные отношения не могли быть такими, какими они, по идее, должны были быть при коммунистах. Вы наверняка помните этот прекрасный анекдот, который заканчивается фразой, что джентльмены не перевелись, просто местов нет. Помните этот? Честно говоря, нет, но не так важно. Ну, в вагон метро заходит, значит, старушка, и полный вагон метро, и, значит, никто не встает, не уступает месту, и она так скорбно вздыхает, что, дескать, перевелись ныне джентльмены. И вот там один из джентльменов говорит, что джентльмены не перевелись, просто местов нет. Значит, я вот о чем хочу спросить. Сейчас российские пропагандисты, значит, пытаются так декларировать о том, что Россия противостоит Западу, и вот она единый, дескать, оплот, значит, который и конкурент Запада вот этому вот, значит, ужасному, чудовищному Западу, который вот пытается навязать злую волю всему миру. Да-да, заставит всех не ковырять в носу, заставит всех не нападать на соседей с оружием, плохой Запад, учит хорошим манерам. И эти люди запрещают нам ковырять в носу. Кстати, да. Так вот, вопрос мой звучит так, а до какого времени Советский Союз был реальным конкурентом вот этого Запада? Смотря что, понимать, под реальной конкуренцией. До Второй мировой войны он конкурентом не был вообще. Настолько, что Запад ему всячески помогал. Помогали поднимать промышленность американцы, помогали поднимать промышленность немцы, и наоборот, пользовались аппаратом, инфраструктурой советской военной для своей подготовки. И Гудериан, если не ошибаюсь, провел какое-то время в России в учебке, что ему потом помогло с русскими воевать. Короче говоря, там о конкуренции и близко не было. Когда появилась ядерная бомба, когда появилось термоядерное оружие, тогда возник стратегический паритет вооружения. То есть, неважно, если Америка может уничтожить весь земной шар 22 раза, а Советский Союз 12 раз, это все равно паритет. Вот тут возник, то есть, не было экономического баланса, то есть, все, что авторитарная система смогла, она смогла вложить в несколько военных технологий. Окей, это получилось. Это кнутом и пряником можно добиться. Поднять на таком уровне экономику, как целое, невозможно. Поэтому, вот смотря в чем он был конкурентом. Экономически нет, он все дальше и дальше уходил в пробу, даже когда уже война давно отвоевала, уже можно было давно залечить все это мирным строительством, а тут наоборот. Оказалось, что Советский Союз уходит дальше и дальше в глубокую яму. То есть, экономически, вот времена застоя, и потом 80-е годы, и все, оно рухнуло, как только упали цены на нефть. Ну, какой же это конкурент? Ну, тогда вот в развитии вот этой истории, а вот Путин искренне хочет построить СССР 2.0, или это все-таки вот все та же какая-то такая внешняя оболочка, для того, чтобы воспроизводилась вот так какая-то Россия, Московия, еще вот оттуда, пост-Тардынская, я не знаю, как ее назвать. Окей, ну давайте вернемся тогда к марксу, к экономическому базису. Государству, чтобы развиваться, нужен экономический прогресс, нужно экономическое развитие. Для экономического развития должны быть какие-то стимуны. В авторитарном государстве стимулов к самоотдаче трудовой нету, потому что это очень жесткая пирамида, где инициатива наказуема, где изобретение присваивает начальник этого изобретателя, а потом и у него это отбирает начальник начальника. То есть это система, которая убивает стимулы к активному творческому труду. В таком случае что остается государство для развития? Интенсивное развитие здесь невозможно. Возможно только экстенсивное развитие, то есть завоевали новые территории, сожрали их ресурсы, переварили, завоевываем новые территории. Вот этим Россия занималась всегда. Столько, сколько она существует, как авторитарное государство, построенное по золотоордынской модели. Экспансия и эксплуатация. Совершенно верно. И тут уже абсолютно второстепенно, под каким идеологическим прикрытием будет идти эта экспансия. Эта экспансия может идти, как распространение истинной православной веры, неверным азиатам. Эта экспансия может идти, как борьба христианства со слабым, там, где они сталкиваются. А Бог, как цивилизационная миссия. Эта экспансия может идти, как объединение всех православных против их врагов, ну, например, католиков. Или пролетарии всех стран объединяйтесь. Да, вот я хотел еще перечислить, тут не забыть панславизм. Эта экспансия может быть объединением всех славян. Это тоже пробовали. И тут очень возненавидели поляков, тот же Достоевский, за то, что они оказались предателями вот этого уравнения. Все славяне равняются, все православные, с центром в Москве, в Санкт-Петербурге, ну, в России. Где-то там. Где вот истоки, где корни и так далее. Тут можно спорить Москва или Санкт-Петербург, но где-то там. Когда это перестало работать, нашли новую фишку, очень вот на которую купились на Западе, как мы уже обсуждали, социализм. Когда это окончательно рухнуло вместе с Советским Союзом, пришлось повторять зады с новыми вариациями. Теперь опять панславизм, теперь опять русский мир, и единственная фишка, которая добавилась, новая, это антиколониализм. Вот Россия как бы идет впереди всего остального человечества, не западного, которое хочет сбросить с себя оковы искусственно навязанной ему западной цивилизацией. То есть Россия пытается... Надо Путину предложить провести фестиваль молодежи и студентов в Москве. Такая новая идея. Во-первых, не новая, во-вторых, ну приедет туда молодежь из Северной Кореи, из Зимбабве, из Центральной Африканской Республики, из Ирана, может быть, даже из Китая приедут. И что? Но в Москве уже сейчас много молодежи из Центральной Азии, из Северного Кавказа. Ой, но это же совсем другая молодежь. Это молодежь, которая едет от экономической разрухи. Пока в Москве можно попытаться найти себе большее благосостояние. Но Москва же будет становиться все более небезопасным местом в этом отношении. То есть она... Вот мы сейчас следим за процессом, как Москва начинает быть генератором не стабильности и спокойствия, а наоборот угрозы. И для окружающих государств, и для народа в составе самой России. Вот за этой динамикой мы как раз и наблюдаем. Мы сейчас живем во времена еще... Ну, это не круглая дата, но одна из очень важных дат для разговора о Советском Союзе. Многие говорят, что это вообще финальная точка такая, destination. Это референдум в Украине, который огромным большинством голосом украинцы сказали, нет, не хотим мы никаких СССРов, не хотим мы никакой союзных государств, не хотим мы никаких обновленных федераций и прочих форм вот этой, так сказать, имитации сожительства, скажем так. Я голосовал за. Да? Участвовали? Конечно. Да? Но перед этим в 91-м же году был еще один референдум, на котором опять же большинство украинцев, не знаю, жителей Украинской Советской Социалистической Республики проголосовали за то, что надо, дескать, жить вот в этом обновленном Советском Союзе. А что произошло за эти несколько месяцев? Произошло четыре буквы. Произошло ГКЧП. И вот это радикально все изменило. Я вам расскажу одну личную историю в двух словах. Я во время ГКЧП был в Трусковце, лечился в санатории и привез с собой гитару и афишу с брендом Донецкой филармонии, двухчасовой концерт, который я под гитару предлагал, с очень интересным названием «Политическая сатира» в авторской песне 60-х и 50-х годов. И вот представьте, я приехал по санаториям, по ДК, ну, от Кима, от Галича, от Кима и дальше до современных авторов, то есть два часа издевательств над советской властью и ее очень жесткой критикой. Вот представьте себе, в Москве ГКЧП, а я по санаториям предлагаю вот такой концерт. Так вот, я давал несколько концертов, и они были до ГКЧП, в начале ГКЧП и после ГКЧП, в конце. Я имею уникальный опыт в этом отношении. Люди за полторы недели изменились радикально, сами того не осознавали. Как я это выяснил? Они на те же самые песни реагировали принципиально иначе. То есть они смеялись в других местах. Они серьезными становились в других местах. То есть вот я даю один и тот же концерт, а реакция зала, за три недели я получал три принципиально разных реакции. О чем это говорит? Что-то оборвалось в людях, они почувствовали, что что-то серьезное изменилось, что-то закончилось. Они еще не отдали себе в этом отчет. А я теперь могу проговорить, что это было. Они убедились в том, что я только что сказал, что Москва перестала быть источником стабильности и богатства. Наоборот, она стала источником проблем. Она стала угрозой, от которой лучше держаться подальше. И вот тонко почувствовав момент, Кравчук, в котором вдруг проснулся украинский политик, именно тогда же произошло голосование за суверенитет Украины. Дождались пока в России проголосовали. И потом то же самое сделали мы. Но в России-то это был суверенитет от Советского Союза, а у нас-то это был суверенитет от России. Они-то отделялись в Москве от Москвы, просто от лишней настройки, а мы от Москвы целиком. И вот когда пришел декабрь, и пришел этот самый референдум, Ельцин просто не понимал, что происходит. Для него был абсолютным шоком результат этого референдума, как Портников рассказывал, который был свидетелем тому. А я, в общем-то, того ждал, потому что за что агитировали? Мы не должны кормить Советский Союз. Мы должны страдать его страданиями. У них там куча проблем, а мы, наконец, можем жить своей жизнью. И вот на этой почве национал-коммунисты и националисты, вроде Черновола, вдруг нашли общий язык. Я отвечу на ваш драгобытский опыт, так сказать, моим крымским опытом. Я-то наблюдал и даже тоже участвовал в этих референдумах в 1991 году в Крыму. Но, в отличие от Ельцина, я был убежден в том, что жители Крыма проголосуют за независимость Украины в декабре. И меня 54% крымских не удивили. А вот скажите сейчас уже с дистанции, почему Путин до 2014 и даже до 2022 года не выучил этот урок? А как он мог его выучить? Если Путин смирится с этим выученным уроком, то ведь распад России пойдет дальше. Тут ведь нельзя останавливаться. Что было уроком эпохи Ельцина для Путина? То, что границы 1991 года могут быть стабильными для всех осколков СССР, кроме России. Потому что в России начинается Северный Кавказ, Чечня, и дальше постоянное опасение, что это пойдет, пойдет, пойдет. Вот Путин пришел к власти как раз с этой фобией, что это может случиться буквально завтра, это нужно остановить. А как это остановить? Урок в том, что нельзя просто зафиксировать границы 1991 года, и дальше все будет нормально. Нет, мы будем терять границы. Единственный способ их не терять, территории, это возвращать все территории, запустить обратный процесс. В общем, логично сделал Путин, и он этим путем и идет дальше. По-своему логично. Ну вот опять же, Ельцин, Беловежская, Пуща, а потом вообще вот эта декларация, берите столько суверенитета, сколько сможете унести. Проводить? Ну да, извините, я пытаюсь максимально близко к сути, так сказать, выразить. Как это переживается сейчас? Как это переживается Татарстану? Как это переживается Дагестану, который самое большое количество солдат отправил на войну в Украину? Как им переживается это сейчас? Я бы сказал, не Дагестан отправил, а из Дагестана отправили. И это как раз предохранительная мера, потому что Путин тоже понимает, и в Кремле понимают, что может быть дальше. Когда вся эта конструкция федеративного государства зашатается, возникнет вопрос, на чьей стороне силы и сколько этой силы. И чем меньше будет штыков вооруженных людей в распоряжении этих самых республиканских властей, тем для Москвы спокойнее. Поэтому они и стремятся обескровить эти самые проблемные регионы, кроме Чечни, в которой особая ситуация, как вы понимаете. То есть они не то чтобы отправили, но как они сейчас себя чувствуют? Они на низком старте. Они понимают уже, что Кремль источники угрозы, но они пока, то есть Кремль еще не настолько слаб, чтобы они могли позволить себе отделиться, а они еще не настолько сильны, чтобы играть самостоятельную игру. Этот момент настанет, я думаю, это прекрасно понимают и во всех столицах субъектов Федерации России, они просто стараются, не тело трескать движение, потому что сейчас они попадут под каток. Сейчас еще Кремль достаточно сильный, чтобы просто физически уничтожить всех, кто рванет первым. Но я бы тут внимательно наблюдал за Кадыровым, потому что если что-то произойдет, у него самая сильная позиция, чтобы начать самостоятельную игру. Он сохранил своих силовиков, эти так называемые тик-ток войска Кадырова, которые в России всерьез не воюют, только в заградотрядах. Ну почему это так? Это же не глупость какая-то, это же не опереточная история. Он просто сохраняет силы, подчиненные лично ему и больше никому, и ставит Кремль перед фактом. А Кремль ничего не может противопоставить этому, потому что более надежного, чем Кадыров, держателя этой территории у Кремля, нет. Тупо нет, некому передоверить. Приходится смириться с Кадыровым. Но это какой-то очень замысловатый, я бы сказал, изысканный парадокс, что Советский Союз развалила Литва, а Россию развалит Чечня во главе с Кадыровым. Очень может быть. Ну то есть она не развалит, она станет первым признаком, что Россия настолько слаба, что уже можно уносить ноги, а у Кадырова же есть хорошие предложения. Кадыров может заигрывать с мирами слабо, что нашим западным партнерам очень не понравится, но у него это на столе. То есть он там поднимет зеленое знамя и получит очень большие деньги на поддержку. Это вполне реальная история через несколько лет. Возможный сценарий. В Беловежской пуще в свое время, вернее, вне Беловежской пуще в свое время оказался Казахстан, и это была жуткая обида, жуткая обида Назарбаева. Как происходящее сейчас влияет на умонастроение людей в том же Казахстане, в Белоруссии, в других странах Центральной Азии, во всем том, что мы называем периферией? Ну, я, честно, не специалист по Казахстану, но я вам могу другое прокомментировать. То, что Назарбаев остался вне Беловежской пуще, это было абсолютно необходимо с чисто правовой точки зрения, потому что зато он не остался вне так называемого Будапештского меморандума. Это второе... О, не-не-не, про Будапештский меморандум это у меня отдельная такая... Правильно, и вот там мы вспомним еще раз Назарбаева. Но сначала к Беловежской пуще. Давайте вспомним, как это все было обставлено до юра. До юра СССР создали 4 субъекта. Россия, Беларусь, Украина и Закавказская республика. Закавказская республика приказала долго жить, и ее как целостного образования уже не было. Значит, из 4-х учредителей СССР собрались 3 и расторгли учредительный договор. Красивая правовая идея, и Казахстан тут просто был лишний абсолютно. Он в этой игре не мог участвовать до юра. Обижайся, не обижайся. Но, в общем-то, в этой ситуации в Беловежской пуще самым мудрым оказался Кравчук. Я скажу, и Ельцина он переиграл в Чисту. Потому что Ельцин хотел скинуть место Горбачева и сесть на его же место. Он просто не понимал, что, взяв себе Россию, он не получает в приданное весь Советский Союз. Ельцину это невозможно было представить. Ну, как так? Это же та же самая Москва. Значит, мы все равно будем столицей этого всего. А Кравчук, в котором проснулся украинский политик, прекрасно понимал, что время кончилось. Ну, и Кравчук же опирался на референдум. Ну, правильно. Он приехал и сказал, все, извините, я ничего другого не могу подписывать. Это и есть воспоминания. Потому что меня не пустят обратно в Киев. Если я с другим мандатом. То есть, понимаете, что аппаратчик, который всю жизнь провел сознательно в недрах партийного аппарата, вдруг сыграл демократическую политику. Вдруг сказал, меня народ послал с таким-то мандатом и ни с каким другим я тут быть не могу. Фантастика. Это такое чудесное преобразование. Я бы сказал вообще, что это был звездный час Кравчука как политика. Потом он много дров наломал в более частных вопросах. Но вот этот действительно был его звездный час. От этого момента и до следующей встречи, когда подписывали СНГ. Я помню эту ситуацию, когда Ельцин стал говорить, что мы теперь все единые. И тут выступает Кравчук. И жестко как отрезал, сказал СНГ, это не государство. У Ельцина лицо вытягивается. Все остальные сразу стали такими серьезными, суровыми. А Портников потом вспоминал, что Ельцин оттуда выбежал весь красный и стал кричать Портникову, Виталий, кто они такие? Что они себе позволяют так со мной разговаривать? То есть он, Ельцин, и тогда еще был абсолютно таким, но неадекватным политиком. Он не понимал, что происходит. Кравчук понимал лучше всего. Ну вот я не знаю, есть ли раздел этот воспоминаниях Портникова, на который вы уже дважды ссылаетесь. Но если бы в 91-м году существовали телеграм-каналы с инсайдами, то, наверное, в этих телеграм-каналах бы уже тогда написали, что Ельцин обсуждает возможность нанесения ядерного удара по Украине. Ну, вы наверняка слышали эту историю о том, как Ельцин обсуждает нанесение ядерного удара по Украине. свечку не держал, но, честно говоря, не вижу, что это меняет. Ельцин с Бадуна мог еще, извините, и не то обсуждать. И что? У нас осталось то, что он сделал. А то, что он при этом говорил, это вопрос десяток. Почему правоприемником России в Совете Безопасности и Организации ООН, правоприемником СССР в Совете Безопасности оказалась Россия? И главное, почему это всех устроило? Ну, во всяком случае, так выглядело до 2022 года. А кто еще мог оказаться? Теоретически есть три варианта. Никто не оказывается преемником. Есть несколько преемников и только одна Россия. Дипломаты, люди, очень консервативные. Они принимают какую-то новизну только тогда, когда уже от нее невозможно отвертеться. В этом смысле западные дипломаты думали так, что Москва – это предсказуемый партнер, сложный, неоднозначный, иногда очень вредный, но в принципе адекватный в геополитических вопросах. То есть с ним можно иметь дело. Можно ли иметь дело с Минском? Можно ли иметь дело с Казахстаном? Можно ли иметь дело с Украиной? Никто не знал и все боялись этого вопроса. Поэтому получить неадекватов, потенциальных неадекватов с ядерным оружием, это был ночной кошмар Клинтона на тот момент. Поэтому, ну, сначала Буша. Вы помните эту речь, Чикен Киев, когда он приехал в Киев и стал тут умолять не отделяться от Москвы. Но там умолять, умолять на грани с угрозами, там были такие мольбы и угрозы одновременно. Именно так. То есть все это в одну линию вписываются. Когда уже стали перед фактом, когда Кравчук поставил перед фактом не только Ельцина, но и западный мир, что СНГ это не государство, эту его фразу с неудовольствием, я уверен, выслушали не только в Москве, но и в Вашингтоне. Ну, раз уже так, окей, вы независимое государство, приходится с вами жить, хотя это было, ну, на первых порах это было страшно и конфузно. Я помню этот 92-й год, когда я был с визитом в посольстве Нидерландов в гостинице и видел там записку на обрывке кулачка бумаги, написанную одной техничкой другой, что посол США просит ему вкрутить две лампочки в люстре и лампочку в туалет. Начиналось вот с этого. А гостиница какая была? На том же этаже. А какая была гостиница, Алексей? В Днепр. А, в Днепре? В гостинице Днепр. Это, то есть, начинали с ужасающего. Что это вообще за государство такое, в котором посла США сели в гостинице в домере с неработающими лампочками? То есть, воспринимать это как государство, которым можно серьезно обсуждать вопросы ядерного оружия, это страшно. Ну, не вяжется, понимаете? Лампочек нет, а ядерное оружие есть. Поэтому было мощное давление, показано вот тут как раз на Казахстан, Украину и Беларусь. Отдайте все России и с ней мы будем разговаривать. Это вы так плавно подходите к тому, что вот сейчас у нас еще один юбилей, юбилей так называемого Будапештского меморандума. Ну да. Подхожу к нему и тут, честно говоря, по уровню манипуляции так, как злоупотребляют этой темой политики всех мастей в Украине, тут с Будапештским меморандумом могут состязаться только так называемые минские договоренности. На самом деле, то есть, тут надо снимать шелуху слой за слоем. Давайте попробую коротко. Ну, во-первых, даже в Википедии в статье Будапештский меморандум на русском языке упоминается только один с Украины. А ведь практически четырех документов было три. Правильно, вот откройте в русской Википедии статью Будапештский меморандум. Она вся посвящена договоренностям с Украиной. А на самом деле три почти идентичных документа были подписаны одновременно в Будапеште с Белоруссией, с Белоруссией, Украиной и Казахстаном. И это были звенья одной цепи, то есть давили на всех. И это была общая такая фронтальная политика по отношению к этому пространству бывшего Советского Союза. Вот часть ответа на ваш вопрос, почему Россия правоприемник, почему и в ООН все просто явочным порядком ее посадили на место СССР, тем самым, кстати говоря, признав, что это та же самая империя. Просто никто не отдавался и отчетов в том, какова цена вопроса. Приняв Россию как правоприемника СССР, они заодно подписались под всеми претензиями России потом возвращать все геополитическое пространство СССР. Просто об этом в 90-е годы никто не подумал, что это может зайти так далеко. А Россия, окей, вы меня принимаете как правоприемника СССР, значит, все эти земли мои. Дайте только срок. Мы все равно себе вернем. Это все равно бутафорские, не настоящие государства, но может быть за исключением Прибалтики, так называемых, вот этих балтийских стран маленьких. Все остальное это точно наше. Уже не ваше дело, как мы это себе будем возвращать. Мы постараемся без большой войны, но все равно вы сюда не лезете, это наша территория. Алексей, вот в этом смысле меня мучает вопрос мотивации. Очевидно же, что западные лидеры потакали этому не по причине обиды из-за лампочек в гостиничном номере. Ну, то есть, что двигало этими людьми, почему они взращивали вот этого монстра? Ну, потому что не продумывали на несколько шагов вперед, потому что живут от выборов до выборов. Потому что главное, чтобы до ближайших выборов ничего не случилось, а там хоть трава не расти, это уже будет не моя ответственность. Поэтому ублажали, поэтому закрывали глаза, поэтому думали, что как-то оно само собой стерпится, что Путин перебесится и в какой-то момент остановится, успокоится. Они глубоко не понимали, почему Путин не может перебеситься и остановиться. А не может, потому что любая остановка в этом процессе экспансии, с которого мы начали, она дает экономический спад и она дает спад популярности. То есть всплески популярности Путина все были связаны с приобретением новых земель немытьем, так катанным. Нельзя тут останавливаться ему надолго, было. Поскольку наша программа, она историческая только по названию, я впервые в этом признаюсь, давайте спрогнозируем будущее вот этого СССР 2.0. Как там, что у них там спереди? Да, ничего хорошего у них там спереди, потому что куда ни кинь, они живут только в прошлом. Завершая, скажу то, с чего я начал. Лозунг «Можем повторить» это приговор. Когда страна не может ничего, кроме повторить, она не может вообще ничего. Это страна без будущего, у них нет проекта. Вот у вас программа называется «История для будущего», так вот нет у России будущего, потому что она живет исключительно в прошлом. Нет новой идеи, которая могла бы стать точкой сборки и объединить народы России, и объединить, стать привлекательным чем-то для остального человечества, такого нет. Разве что очередной косплей антиколониализма и антизападных настроений. Но вы же понимаете, что и Бразилии, и Индии, и даже Китаю выгоднее с Западом иметь все-таки отношения холодного мира и даже экономического сотрудничества, чем разрывать отношения вот так, как это сделала Россия. То есть Россия даже с точки зрения вот такой антиглобалистской тенденции, Россия сделала фальстарт. Но она его не могла не сделать, опять же, потому что нельзя надолго останавливаться, потому что Путину уже в возрасте он боится, что так и умрет, не получив главный приз всей своей жизни собирательства русских земель, то есть Украину. А вот на этом и нарвался. То есть теперь все будет плохо, потому что уже нашла коса на камень и уже ломаются. Спасибо большое, Алексей Паныч. Философ, культуролог был в нашей программе. История для будущего и будущее точно будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова